Документальный комикс Такое Ширяевское бинале, это под Самарой И, как я сейчас понимаю, это получился настоящий автобиографический комикс Человек, который был участником этой истории, он сбежал просто с этого полуострова на следующий день Но организаторы не поверили, что я стала их героем в такой захватывающей истории Потом со мной долго не происходило ничего примечательного Но мне все время хотелось рисовать людей, различные сценки на улицах и в общественных местах Мне было очень интересно, что происходит повсюду В какой-то момент я поняла, что рисункам явно чего-то не хватает И им не хватает диалогов Потому что мне настолько же интересно слушать людей Насколько интересно подглядывать, настолько же интересно и подслушивать Неожиданно, как всегда, когда человеку что-то необходимо, это происходит И мне встретился пишущий соавтор И, в общем, я понимала, что тема найдена Что вот эти рассказы, общения с простыми людьми, поездки в провинцию Это то, что мне интересно на данный момент И потом Дима Яковлев выпустил нашу такую книжку-малютку под названием «Провинция» На обложке мы видим карту России А флажками помечены города, где мы побывали И где были свидетелями каких-то интересных сценок, сделали зарисовки И было очень интересно, что мы делали Ну, я делала зарисовки в городах, которые находятся на громком расстоянии друг от друга А когда в книге эти рисунки оказались рядом Казалось, что эти люди из одной истории ведут между собой диалоги Мое личное мнение, что русские авторы Те, кто хочет заниматься графическими репортажами Должны знать и русские традиции В частности, представлять, как выглядят военные, блокадные, концлагерные альбомы Из блокадных альбомов, мне кажется, наиболее интересная работа Якова Рубанчика Этот автор смог передать атмосферу и множество исторических деталей Потом, мне кажется, что можно уделить какое-то внимание и дембельским альбомам Альбомам, которые рисуют призывники в российской армии Они часто смешные и нелепые, но в них тоже много интересных деталей Так, а сейчас переходим к следующему разделу, еще никто не устал еще Книга посвящена процессу над организаторами выставки «Запрет на искусство 2006» Андрей Ерофеев собрал на выставке «Запрет на искусство 2006» Все работы, которые были запрещены к показу в 2006 году Из-за какого-то личного страха музейщиков, галеристов и прочих организаторов выставки При этом, что официальной цензуры в России не существует Андрей Ерофеев придумал гениальное экспозиционное решение Он вскрыл все объекты за фальш-стенами И только взяв стремянку, поднявшись на ней И заглянув в дырочку, можно было увидеть произведение искусства Разумеется, рядом висели предупреждения о том, что произведения могут нанести ущерб психике нездоровых людей Или несовершеннолетним, что фотографировать нельзя Но православные активисты из организации Народный собор В первые же дни сфотографировали все произведения И распространили в своих приходах собственными комментариями Сначала все думали, что этот процесс ничего не значит И он какой-то смеховотворный И только уже под конец процесса стало понятно Насколько это серьезное судебное дело Еще это будет иметь продолжение и для художников, и для других людей культуры Вот эта тема этого процесса запретного искусства Она была очень удачной по трем причинам Во-первых, что графический репортаж был оправдан На судах нельзя наших фотографировать и делать видеосъемку Вторая причина, что нам была очень хорошо знакома эта тема Мы были знакомы и со многими художниками Чьи работы попали на запретное искусство в 2006 И с организаторами выставки И, конечно же, нас волновала эта тема Новой цензуры в российском искусстве И третья причина, что вот эти образы православных Они были крайне выразительны На этой картинке прокурор требует обоим организаторам По три года колонии-поселения И на самом деле, многие уверены, что только из-за общественной поддержки Этого не случилось, и организаторы отделались штрафами Ну, в общем, во время этого процесса мы имели одну только сначала трибуну Где могли распространять наши репортажи Это собственные блоги Потом все-таки были публикации в местной прессе И потом проект был номинирован на престижную российскую премию Современного искусства, премию Кандинского Но не вошел даже в шорт-лист, потому что многие возмутились Что комиксы и современное искусство несовместимы Сейчас хочу еще немножко рассказать про работу в колонии Я езжу туда чуть больше года Эта работа чисто волонтерская, мне ничего не платят Но даже при таких условиях очень трудно получить пропуск Я могу поехать туда только с правозащитниками Которых хорошо уже знают, у них есть какая-то репутация И они помогают мне в организации занятий Вот здесь представлен календарь, который... Идея этого календаря как раз принадлежала правозащитникам Собрать под одной обложкой мои зарисовки из колонии И рисунки детей во время занятий рисования И распространить этот календарь в самой колонии Я не знаю, как в других странах, но в русских колониях Такие дети полностью изолированы от общества И как они говорят сами, здесь мы становимся только хуже Нас наказывают, но не воспитывают И понятно, что наша работа это такая капля в море Без каких-то средств, без государственной поддержки И часто нас спрашивают, а зачем мы вообще тогда это делаем Но, наверное, для того, чтобы помочь Вот именно сейчас каким-то конкретным воспитанникам Просто вот дать такое ощущение, что Не все от них отказались, что кто-то хочет с ними общаться Что-то рассказывать, обучать их в то время, когда они сидят в этой изоляции К примеру, воспитанникам очень важно, что их работа показывают вне колонии В самой колонии они не хотят показывать ничего Не хотят ничего рисовать именно для оформления колонии Считают, что это просто какая-то вынужденная мера Чтобы улучшить условия своего содержания Но сами эти занятия не любят Поэтому для нас было очень важно Показать их работы на какой-нибудь нормальной, хорошей выставке И вот мы участвовали с их работами в коллективной выставке в школе Ямбурга Там просто показывалось современное искусство И у нас был отдельный этаж, где были выставлены мои зарисовки И работа самих воспитанников Вот портрет скинхеда Олега, который вызвал наиболее жаркий спор С правой стороны мы видим рисунок самого Олега Где он нарисовал начало своего преступления Вон, смотри, чурка Где? Да вот Потом они нагнали чурку И было совершено групповое убийство Олег скинхед Все началось с того, что 8 лет он стал свидетелем убийства своего друга Его зарезали кавказские подростки, чтобы завладеть телефоном 14 лет организовал бойцовский клуб Бойцы устраивали флешмобы на кавказских рынках Осужден за групповое убийство За свой патриотизм ожидал награды, а не наказания В колонии изучал иностранные языки, философию, экономику Мечтает стать видным политиком И к Януковичу судимости не помешали стать президентом Около этих работ разгорелись нешуточные споры Дети стали переписываться на паспорту этих работ Кто как считает, правильно поступил скинхед или нет И было просто абсолютно ясно, что, конечно же, в школах надо разговаривать об этих темах Потому что подростки самостоятельно могут выйти на любые националистические и фашистские сайты Которых у нас достаточно Но вот как разговаривать, каким языком? В России действительно происходит много этнических разборок таких Особенно в провинции Поэтому просто говорить это добро, это зло И говорить о какой-то толерантности Вот так просто Что-то обобщая и прощая не приходится И первыми жертвами вот этих национальных конфликтов становятся как раз подростки Поэтому мне кажется, что проект Респект, он очень важный Действительно, надо как-то об этом говорить И искать какие-то выходы АПЛОДИСМЕНТЫ